Физкульт привет! Друзья, ученики, просто случайный зритель, вы часто просите меня, чтобы я снимал свои тренировки, как тренируюсь именно я. И сегодня я вам покажу свою тренировочку на широчайшие мышцы и на трицепсы. Мы будем с вами гипертрофировать гликолитическое мышечное волокно в широчайших и в трицепсах. Естественно, это будет происходить за счет гиперплазии миофибрил. Обращаю на это особое внимание ваше. Именно миофибрил, не митохондрии. Как развивать митохондрии, мы со Стефаном сделаем в ближайшее время для вас специальный ролик. Перед тем, как приступить к тренировке, хочу напомнить вам, что вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия «Фак фитнес». Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором. Если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить себе. И самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенька за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье, качество своего тела. И повышали уровень своих знаний. Это очень и очень важно. После общей разминки мы приступаем непосредственно к тренировкам. Первые два упражнения, которые я буду делать, это будет тяга горизонтального блока. Я сделал три разминочно-подводящих подхода и выставил вес, с которым сегодня собираюсь поработать 35-40 секунд. Мне очень нравится данное движение. Я прекрасно чувствую широчайшие в этом упражнении. И поэтому начинаю всегда тренировку именно с данного упражнения. Если вы, друзья, хотите хорошо прочувствовать широчайшие, попробуйте делать тягу горизонтального блока правильно. Работая исключительно за счет уведения локтей назад, как будто вы хотите себя обнять локтями сзади, и мощного сведения лопаток. Затем опускаете руки вперед и снова делаем движение на себя. Обращаю ваше внимание, что нужно тянуть не руками, а за счет опускания локтя вниз. Это очень и очень важно. Обратите на это особое внимание. Иначе будут работать совершенно другие мышцы. Широчайшие, конечно, тоже будут работать, но нагрузка будет распределяться между другими мышцами. Об этом нужно всегда помнить. Сделал я рабочий подход и приступаю к подготовке к работе к трицепсу. Трицепс я сегодня начинаю, как в принципе и в большинстве случаев, с разгибаний в кроссовере, разгибаний у блока. Здесь точно так же у меня три разминочно-подводящих подхода. Выставляю рабочий вес и работаю 35-40 секунд. После я снова возвращаюсь к тягам горизонтального блока. Затем снова трицепс, еще раз тяга горизонтального блока и снова трицепс в кроссовере. Сегодня я сделаю 9 рабочих подходов для широчайших и для трицепсов. Можно остановиться только на этих двух упражнениях. Но частенько я замечаю, что если я меняю упражнения, мне как-то психически легче. Я могу больше сосредоточиться, я лучше чувствую работу мышц. Но частенько работаю только в одном упражнении для одной группы мышц. Напоминаю вам, что что бы вы ни делали, и широчайшая работает всегда целиком и полностью, и трицепс всегда работает всеми своими тремя пучками. Следующая серия из упражнений, которые я выбрал, это тяга в хамеле, верхнего блока обратным хватом. Здесь нам разминка уже не нужна. Широчайшие готовы к работе. Выставляем рабочий вес и снова работаем 35-40 секунд. После чего отдыхаем и идем на трицепс. Для трицепса вторым упражнением я сегодня выбрал французский жим, сидя из-за головы с ЕЗ-грифом. Довольно-таки сложное упражнение, но очень эффективное. Оно мне очень нравится, несмотря на то, что немножечко побаливают кисти. Но я все же его делаю. И настоятельно рекомендую вам тоже его периодически делать. Заметьте, друзья, я отдыхаю как раз-таки где-то 2-2,5 минуты между подходами. И получается, что когда я возвращаюсь к одной и той же мышце, к примеру, широчайшая, у меня тренируется 40 секунд. Затем 5 минут, как рекомендуют силуянов. Меня многие критикуют за то, что я часто делаю гораздо меньше отдых. Но, друзья, я тренируюсь так, как тренируюсь я. И если я придерживаюсь и часто тренируюсь по силуянову, это не значит, что я тренируюсь только так, как говорил Виктор Николаевич. Поэтому обращайте на это особое внимание. Но сегодня я выдерживаю паузу в 5 минут. И для трицепса, и для широчайших. Снова прохожу 3 круга. То есть делаю 3 подходика для широчайших в хамере. И 3 подходика для трицепса. Продолжение следует... На самом деле я уже максимально наполнен, максимально напампил мышцы кровью. Чувствую прекрасно себя. И выбираю следующим упражнением тягу Т-грифа. В наклоне, естественно. Веса здесь уже не такие большие. Здесь мне уже важно выдержать те самые 35-40 секунд, чтобы успели закислиться гликолитические мышечные волокна. Но вес все равно у меня примерно 70%. Может быть 65% от моего обычного примерного веса, с которым я могу работать, когда свеж в данном упражнении. И одно из моих тоже любимых упражнений на трицепс, это отведение с верхнего блока, можно в кроссовере, руки в сторону. Именно в сторону, друзья. Под углом примерно 45 градусов к корпусу. Именно в таком положении трицепс максимально может проявить свою силу. И вы именно в этом положении, при такой технике, почувствуете работу трех пучков и кровонаполнения. Что очень и очень важно. Ну что, друзья, вы заметили? 9 рабочих подходов на широчайшие, 9 рабочих подходов на трицепс. Заминочка, растяжка, протеин быстро усваиваемый и, естественно, банан. Все это необходимо для того, чтобы выброс инсулина произошел, для того, чтобы было хорошо, протекали все процессы восстановления. Я настоятельно рекомендую это делать. Все, кто тренируется, питается по моим схемам, довольно-таки хорошо и пережигает жир, если им это нужно. И набирает мышечную массу. Друзья, прислушивайтесь к себе. Выдерживайте ту паузу отдыха, которая вам необходима. Если вы чувствуете иногда, что вам достаточно 2-2,5 минут отдыха, то останавливайтесь на этом времени. Но иногда бывает, если это особенные приседания тяжелые, и 10 минут мало. Все это очень важно учитывать. И периодизация, друзья. Периодизация, это основа всего. Не забывайте, что именно периодизируя тренинг, мы даем отдых, в первую очередь, эндокринной системе, психике, мышцам, всему организму. И в целом нам гораздо легче выдерживать тренировки. Особенно, если вы тренируетесь так, как я уже 30 лет почти. Друзья, надеюсь, вам интересны ролики. Спасибо, что смотрите. Спасибо за ваши комментарии. Обязательно нажимайте на колокольчик, если хотите не пропустить следующие выпуски. Потому, что по новым правилам YouTube, если вы не нажмете на колокольчик, он не пришлет вам уведомления о том, что на моем канале вышел новый ролик. Я очень благодарен вам за комментарии, за лайки, за вопросы, которые вы пишете в комментариях. Все это помогает развиваться каналу. Давайте развиваться вместе. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале всем сухой мышечной массой и силой без травм. Вступая в мою закрепленную группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз-таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что, делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без травм. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok